Всем привет! С вами Дмитрий Побединский. Я рад приветствовать вас на канале QWERTY. Мы знаем много магических особенных чисел. 3, 7, 10, 12, 42 наконец, 360. Но, честно говоря, не особо-то они и магические. Они просто отражают природные закономерности, которые подметил человек. Действительно, 10 пальцев на руках, 12 лунных месяцев в году, 360 дней в календаре древних вавилонян. Но 7! Да, мы знаем 7 чудес света, 7 цветов в радуге, 7 крестражей Волан-де-Морта. Но это же не природа, это просто задумка человека. И неужели 7 нот это дань традиции? Некий красивый ход наподобие остальных? На самом деле нет. Это просто удивительно. Но даже если бы было 8 чудес света и 8 дней в неделе, нот все равно было бы 7. Так давайте разберемся, почему же нот именно столько? Итак, мы знаем о существовании звуковых волн. Каждому звуку соответствует определенная частота колебаний в этих волнах. И музыкальному диапазону соответствует промежуток частот приблизительно от 20 до 5000 герц. В него, по сути, укладываются все используемые ноты. И если вы придумали какую-то мелодию, то можно просто записать частоты, соответствующие звукам. И никаких заморочек с диезами, бемолями и басовым ключом. Но, во-первых, в древности еще не было строгого математического описания звуковых волн. Ну, а во-вторых, я думаю, вы понимаете, что не каждый набор звуков может быть мелодией. Думаю, каждый пробовал просто рандомно нажимать клавиши на фортепиано. Это, согласись, получается очень отвратительно. Фу, уберите это, пожалуйста. Дело в том, что человеческий слух считает приятными только определенные сочетания звуков. Давайте разберемся, какие же. Итак, дернем одну ноту на гитаре. Например, до. Завибрировала струна и пошли колебания. Но фишка в том, что в этом звуке присутствовали вообще все ноты. И ре, и ми, и фа, и так далее. Серьезно, струна колеблется достаточно сложным образом. Не только целиком, но и половинами, третями, четвертями. И получается, что в звуке будет присутствовать не одна частота колебаний, а несколько. Их назвали гармониками или обертонами. Обратите внимание, что эти частоты в 2, в 3, в 4 и так далее раз больше частоты основного тона. То есть получается, что вообще любой натуральный звук это смесь частот. И в нем очень много нот. Кстати, даже больше, чем 7. Если вы хотите услышать звук без обертонов, он звучит вот так. Поехали дальше. Присмотритесь, как соотносятся частоты соседних гармоник. 2 к 1, 3 к 2, 4 к 3 и так далее. Два звука с таким соотношением частот вместе звучат красиво, вкусно, гармонично. Ведь это же естественное сочетание, правильно? Соотношение между частотами называется интервалами. Если у звуков частота отличается в 2 раза, этот интервал называется октава. Если частоты звуков отличаются в полтора раза, такой интервал называют квинтой. Наш слух выделяет интервалы с соотношением 4 к 3, это кварта, 5 к 4, это терция. Да и вообще, в целом, вся музыкальность строится именно на этом, на правильном соотношении частот извлекаемых звуков. Без знания этого с импровизировать на фортепиано не получается. И, кстати, именно в этом кроется главная причина, почему же нот именно 7. Итак, что же нужно при настройке инструмента? Разбить весь диапазон извлекаемых звуков на какие-то ступени. Можно разбить весь диапазон на октавы, а потом каждую из них одинаково поделить уже на более мелкие части. Но вот интересно, на сколько и как? Давайте посмотрим, как располагаются обертона какого-то конкретного звука. Октава, то есть увеличение частоты в два раза, происходит между первой, второй, четвертой, восьмой, шестнадцатой и так далее гармониками. И присмотритесь повнимательнее к промежутку между восьмой и шестнадцатой. Давайте назовем это природной октавой. В ней помещается ровно восемь ступеней. И если мы настроим инструмент так, что в нашей октаве частоты будут соотноситься также, даже хотя бы приблизительно, это будет очень благозвучно звучать. Издревле музыканты настраивали свои инструменты с помощью интервалов, ведь они очень хорошо заметны на слух. Просто брали основной тон и поехали. Откладывали от него октаву, квинту, кварту, терцию и так далее. И, внимание, была найдена такая комбинация интервалов, которая приводила как раз таки к попаданию в звуке природной октавы. Правда, две частоты не совсем совпадают, а от одной пришлось вообще отказаться, так как она не получается с помощью интервалов. Но зато посмотрите, как близко к идеальному соотношению все настроено. Таким образом, семь нот это компромисс между естественной, природной последовательностью звуков и возможностью точной настройки инструментов на слух. Все эти закономерности были обнаружены очень давно, еще в античные времена. И семи нот было достаточно для исполнения всех песен. Но в дальнейшем люди захотели исполнять и играть мелодии чуть повыше или чуть пониже. И вот для этого уже понадобились промежуточные ступени, которые теперь мы можем увидеть, как черные клавиши на пианино. В итоге в октаве стало 12 ступеней, однако название есть по-прежнему только у семи. Да, кстати, что касается названий. Их придумал в 11 веке монах Гвидо де Орецо. Он предложил для лучшего запоминания ступеней нотной гаммы использовать первые буквы, строк, небольшой молитвы. С небольшими изменениями эти названия дошли до наших дней. И знаете, для многих произведений достаточно именно семи нот из 12 ступеней октавы. Так что не стесняйтесь слушать Диму Билана или Киркорова. Это вполне естественно. Ведь они поют очень хорошо по нотам, которые расположены в естественном природном порядке. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Слушайте правильную музыку и спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok